Согласно прогнозам синоптиков, уже в ближайшее время в Латвию могут прийти сильные морозы, которые однозначно повлияют на обыденную жизнь многих социально незащищенных групп. Сейчас Далгопилский ночной приют ежедневно предоставляет свои слуги лицам, которые нуждаются в ночлеге, теплее, питании, гигиене и базовой медицинской помощи. В условиях COVID-19 введены строгие разграничения по помещениям для живущих в социальном и ночном приюте, изоляторе для проходящих проверку на коронавирус и для тех, у кого этот вирус был выявлен. В настоящий момент ночным приютом пользуются около 10 человек в день. С наступлением морозов время посещения становится круглосуточным. Желающие переночевать помещаются на время в изолятор, чтобы потом, с получением результата на COVID-19, переместиться в общие помещения или, если тест оказался положительный, на охраняемый пятый этаж, который специально оборудован для людей с легким течением коронавируса. С учетом актуальной ситуации и возможных холодов, ночной приют сможет разместить у себя на ночь еще до 10 бездомных. Помимо ночлега, люди могут получить здесь завтрак и ужин, принять душ, воспользоваться одеждой и обувью. Не прекратил работу и суповая кухня, которая обслуживает всех нуждающихся в теплом обеде. Сейчас она работает на вынос по рабочим дням с часу дня. Работу на улице проводит полиция самоуправления, которая почти каждый день получает вызовы, связанные с бездомными. Стражи правопорядка разъясняют возможности восстановления личных документов, использования социального и ночного приюта, получения медицинской помощи. Также полицейские доставляют бездомных в палату детоксикации в Даугаповской региональной больнице. Сильный мороз, муниципальная полиция особо бдительно следит за теми, кто может получить обморожение из-за своего образа жизни. Если вы стали свидетелем человека в беспомощном состоянии, следует незамедлительно вызвать скорую помощь или патруль муниципальной полиции. Вызвать полицию стоит и в том случае, если персона регулярно ночует в подъезде или в другом неподходящем для этого месте. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугаповской городской думы.